В гонку за выбор общественных пространств, которые претендуют на благоустройство, включились не все. Пороший травой и заваленный ветками пустырь на улице Руднева во Владивостоке, наверное, совсем не интересен местному населению. Жители 15 домов не рассматривают территорию как возможную прогулочную зону, поэтому так пассивно участвуют в голосовании национального проекта «Жилье и городская среда» на сайте 25городсреда.ру. И таких территорий много. Таинственные туманы, сгоревшие башни сказочной крепости. Так сейчас выглядит детская площадка на Полярной-1. Но у жителей этого микрорайона еще есть время проголосовать за лучшее пространство для своих детей. Вместо советских тренажеров и разрушенных кирпичных стен в следующем году здесь может появиться что-то более безопасное и интересное. Но пока это пространство тоже занимает одну из последних позиций в голосовании. Ребята тренируются здесь и специально принесли матрасы для подстраховки. От тумана и дождя дети спасаются под навесом импровизированной сцены. Пока им только остается мечтать и фантазировать, какой могла бы быть эта площадка. Скорее всего, большую классную площадку для детей. И чтобы было много горок, качели. Вот эта вот постройка вас не пугает? Тоже там лазите? Ну, вообще сейчас уже нет. Она сгорела. Было все тут обвалено. Там очень страшно лазить. Там вообще стекла. Все стекла там обгорело и упало. Парки, скверы или аллеи могут появиться сразу в 22 муниципалитетах края. Из-за большого количества объектов непросто определиться с выбором. Поэтому приморские студенты в своем телеграм-канале создали чат-бот, который помогает решить, какая из возможных зон отдыха Владивостока будет жителям ближе. Своими вопросами умная программа постепенно сужает выбор до конкретного места. Для этого узнает, где горожане любят отдыхать, какой пейзаж для них приятнее, в какой компании проводят время на улице и где проживают. Программа определит территорию по максимальному числу совпадений с характеристиками одного из десяти пространств. После завершения опроса в чате появится локация с местом, которое больше всего подходит, и ссылка для голосования. Чтобы тут же закрепить итог, по другим вопросам можно обращаться к волонтерам. У нас вообще волонтерская помощь организована с самого начала голосования, с 15 апреля. У нас организован городской штаб волонтеров, которые помогают населению голосовать не через портал госслуг, а через специальное волонтерское приложение, где можно проголосовать по номеру телефона, что для многих является более удобным. Мы также взаимодействуем, помимо городского штаба, мы взаимодействуем активно с образовательными учреждениями города, как и с муниципальными, так и с средне-специальными и высшими. Во Владивостоке к студентам на пары приходят волонтеры, которые помогают быстро и без сложностей проголосовать за благоустройство общественного пространства. Это важно, прежде всего, потому что мы живем с вами в этом городе, и только нам решать, как он будет выглядеть, как нам будет комфортно гулять в нем с своей семьей, с друзьями, с близкими. Поэтому, конечно же, нужно голосовать. Будет самим же нам приятнее жить здесь. Три территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в городе в следующем году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Из предложенных общественных пространств лидирует роща на Ватутина, 26. На втором месте – парк на Борисенко, а на третьем – сквер на Харьковской, 3. Волонтеры работают по всему краю. В Фокина они вышли на улицы города. Принять участие в голосовании может каждый житель Приморья, достигший 14 лет. В этом году от Фокина на голосование выставили два сквера. Сквер литературный находится около государственной трассы. Взрослое поколение останавливается здесь передохнуть после затяжного подъема в горку. А ученики обсуждают прошедшие уроки. Школьный же сквер собирает вокруг себя молодежь, детвору и мамочек. Пространство находится на пересечении дорог, идущих от образовательных учреждений, больницы и детского сада. Школьный сквер в Зато Фокина скромно расположился в тени деревьев. Небольшая площадь и максимальная посещаемость. Так сейчас обстоят дела в этом общественном пространстве. Победа позволит в пять раз увеличить зону отдыха и благоустроить по последним критериям. Освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки и спортивные объекты. В Славянке жители голосуют за любимый сквер Треуголку. Тут и озеро, и зеленая территория. Сквер появился давно. Создавали его буквально всем миром. Но время идет. Ветшают и тропинки для прогулок, и тартановое покрытие на детской площадке. А озеро постепенно зарастает травой. Победа в голосовании на сайте 25городсреда.ру позволит создать новое и современное пространство в любимом месте. Этот проект у нас уже третий год. Два раза мы с этим проектом выходили на твой проект в крае, но не набрали нужного количества голосов. И в этом году мы призываем всех жителей активно подключиться к нашему проекту. Проголосовать еще осталась неделя. У всех есть возможность внести свой вклад в развитие поселка Славянка. И именно в благоустройство территории Треуголка. Отличный пример преображения общественных пространств – набережная на Второй речке Владивостока. Дикий пляж стал местом встреч и прогулок. И такие изменения могут случиться в любом приморском городе. Это элемент, в том числе, наверное, и сохранения здесь и жителей, и возможности для детей видеть будущее свое. Это и комфортные люди старшего возраста, которые любят посидеть, поговорить в хорошем месте. То есть, чтобы была возможность удобно дойти, чтобы была возможность воспользоваться всеми благами. До конца голосования остаются считанные дни. И таблица победителей в 22 муниципалитетах еще может измениться. У каждого жителя есть возможность выбрать одно пространство. Достаточно зайти на сайт и авторизоваться через портал госуслуги. Еще есть время, чтобы именно ваш парк или сквер около дома стал в следующем году намного лучше. Национальный проект «Жилье и городская среда» создан для того, чтобы услышать мнение общества. А народное голосование позволяет выбрать объекты, которые больше всего нужны населенным пунктам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова